Здравствуйте! В эфире информационная программа новости 24 в студии Атикат Магомедова и коротко о главных событиях этого выпуска. Уступи больному, сам будешь здоров. Очередной рейд ГИБДД с работниками скорой помощи прошел в Махачкале. Дорога Махачкала-аэропорт перекрыта на два месяца. Сложные технологии 3D-нивелирования и недовольства граждан. Плюсы и минусы новой дороги сегодня в выпуске. Марафон по сбору средств на завершение мечети прошел в поселке Тюбе. В Дагестане идут работы по ремонту дороги между Махачкалой и Каспийском. В этой связи дорожники перекрыли движение на трассе. Временное закрытие дороги Махачкала-аэропорт с подъездом к городу Каспийск было введено 5 июня и продлится два месяца. Дорогу ремонтируют при помощи новейших технологий с применением системы 3D-нивелирования. Это позволяет максимально равномерно снимать изношенный слой асфальтобетона. Кроме того, использование новшества обеспечит идеальную ровность покрытия на протяжении всего участка. Однако автовладельцы недовольны таким решением, сетуя на то, что это создает им неудобство. Дагестан-Автодори отмечает, что основным условием при реконструкции дороги является непрерывный сигнал от оборудования к дорожной технике, который прерывается при проезде автомобилей. В этом случае приходится каждый раз перенастраивать оборудование, что мешает проведению работ. Параллельно проводится монтаж барьерного ограждения на разделительной полосе. Все это могло бы создать аварийные ситуации и увеличить риск провеждения проезжающего транспорта. Кроме того, режим работы без полного закрытия движения намного увеличил бы сроки ремонта. Конечно, нужно проявить небольшое терпение, потому что мы здесь не хотим плохо делать. Мы хотим по всей технологии уложить здесь асфальт. Просим наших жителей города Махачкалы и других, кто здесь проезжает, отнестись к труду дорожников очень благосклонно. Если мы откроем с той стороны движение поток, то нам придется пустить наш же поток полностью через ту дорогу, которая ремонтный участок. А это около 60 машин в ману. Если мы этот поток пустим в окруженных машин около 60 в день по тому потоку, где открыто, это опять-таки задержка времени. Это будет задержка от графика, отставание от графика, это как минимум дней 10, 15, 20. Более 11 миллионов рублей собрали жители Дагестана для Сирии. Дагестанская делегация во главе с председателем Дакком религии Магомедом Абдурахмановым вылетела из аэропорта Махачкалы в Дамаск для оказания гуманитарной помощи сирийскому народу, пострадавшему от военных действий. Подробнее в сюжете Гамзата Нурмагомедова. Благотворительный фонд Инсам при поддержке главы Дагестана объявил сбор средств в середине мая, чтобы оказать первую помощь и спасти жизни сирийцам, в том числе женщинам и детям, пострадавшим в кровавой безжалостной войне. С первого дня, как к нам в республику приехал министр по делам религии Махамед Абдурахманов, мы на встрече же поднимали вопрос об оказании поддержки тем, кто пострадал от разных группировок в Сирийской и Арабской республике. Менее чем за месяц дагестанцы собрали 11,5 миллионов рублей. Кроме этого, 60 тонн продуктов, в том числе муку, сахар, рис и гречку. Сегодня в Сирию будет доставлена помощь в виде денежных средств. Продукты доставят отдельным чартерным рейсом. Тагестанский народ у нас как помогает нуждающимся, особенно как наши дагестанцы, они чувствуют сострадание сирийскому народу. И, альхамдуллах, вот сейчас мы едем туда с этой помощью. И, иншаллах, на местах мы будем оказывать им помощь. Дагестанская делегация «Посетить лагерь беженцев» организует на местах коллективные разговения ифтара. Каждый больной медицинскую помощь накормит голодных. Это поможет спасти жизни сотен людей. Лагерь беженцев, также лагерь, палаточный лагерь. Также мы изъявили желание и написали письме, что мы хотим посетить Хомос, Хама, Алеппо. Хотим сделать с ними ифтар. У нас есть программа ифтара и сухура с предниками, с нуждающимися в Сирии. ПСК осуществляется по согласованию с МИДом Сирии и Министерством обороны Сирии. Они обеспечат полную безопасность дагестанской делегации в дни их пребывания в Арабской Республике. По словам представителя фонда «Инсант», гуманитарная помощь сирийскому народу будет оказываться регулярно. Гамзат Румагамидов, Ибрагим Абдуллаев, телеканал ННТ, Махачкала. Очередной рейд ГИБДД с работниками скорой помощи прошел сегодня в Махачкале. Выявляли тех, кто не уступает дорогу машинам со спецсигналами. Почему водители не помогают тем, кто спешит на помощь и какие нарушения встречаются чаще всего, выясняла Ума Ибрагимова. Это видео, отснятый месяц назад, разгулялось по всем социальным сетям. Водитель автомобиля намеренно не уступает дорогу машине скорой помощи. Сотрудники ГИБДД следили за правонарушителями. После этого факта были организованы рейдовые мероприятия по выявлению водителя, не препятствующих проезду спецтранспорта, то есть который не пропускает коридору скорой помощи. Водитель этого КАМАЗа не уступил дорогу карете скорой помощи, но вдобавок еще и возмущен. Виноватым себя не считает. Правонарушения на дорогах столицы не редкость, но тенденция улучшения все же наблюдается. Аналогично прошлым мероприятиям. В этот раз водители более дисциплинированы при виде спецмашины, принимают правый крайний ряд для беспрепятственного проезда автотранспорта. Аслан Османов работает водителем скорой помощи уже четвертый год. Рассказывает, не уступающий на дорогах не единственная проблема. Случается и такое, что невозможно проехать к больнице. Машины посетителей припаркованы прямо на проезжей части. Мы как водители скорой помощи, нам очень сложно подъехать, особенно когда после пяти часов посещаем больные. Машины здесь абсолютно не проедешь, вот такая узкая улица. И хотелось бы водителям обратиться, чтобы машины стояли и проезд оставляли. А не именно, что это во вторую городскую больницу. Также на Лаптио, ГИБ-1, также на Шамсу-Алиево, центральную больницу, детскую многопрофильную. Сотрудники ГИБДД намерены проводить рейды и дальше, каждый месяц. Ну а тем, кто не уступает дорогу, выписывается штраф в размере 500 рублей, либо лишение водительских прав на три месяца. Ума Ибрагимова, Нурмухаммад Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Святые реликвии пророка Мухаммада, миримые благословения и его сподвижников, впервые выставлены в высокогорном ауле Кумух Лакского района. В эти дни сотни людей со всей республики посещают соборную мечеть села, чтобы взглянуть на них. Как провожали из Махачкалы и как встретили в Кумухе святые раритеты, расскажет наш корреспондент Камзат Нурмагомедов. С благословения Муфтия Дагестана, шейх Ахмад Афанди, святые реликвии подготовили для отправки в Кумух. Проводить исторические раритеты приехал глава Дагестана Рамзан Абдулатипов. В доме Муфти он осматривает все реликвии, желая счастливой дороги водителям и сопровождающим. Автомобили готовы к отъезду. Представители власти, спортсмены и религиозные деятели с трепетом дотрагиваясь до священных реликвий, переносят их из дома шейхов к специально оформленным машинам. Более 50 машин-кортежи в каждой святые реликвии водители понимают ответственность, которая лежит на них, довести святыни до Кумуха в целости и сохранности. На протяжении всего пути жители поселения выходят на обочину трассы, чтобы встретить частичку пророка и проводить благословенный кортеж до пункта назначения. К автомобильной колонне после каждого населенного пункта присоединяется все больше машин. Их количество по пути следования перевалило за 200. По мере приближения к селу встречающих у дорог все больше. На окраину села Кумух вышли женщины, мужчины, взрослые и дети, чтобы первыми поприветствовать кортеж с реликвиями посланника Аллаха. У въезда автоколонну встретил конный экипаж всадников. По прибытию благословенные реликвии заносят в центральную джима мечеть глава имам района религиозные деятели – выдающиеся спортсмены. Этой честью удостаиваются и жители Аула. Очень бережно они проносят их вдоль живого коридора. Люди по обе стороны читают словословие. Внутри 12-ти векового храма на красочно оформленных столах расставляют святые реликвии. Сегодня радостные и счастливые события не только Лакского жамята, Лакского района, всего Дагестана, светлый день. Я даже не осознаю, какой радость, какое счастье. Я считаю, что это счастливый народ, и Аллах их любит. Аллаху Таала, согласно словам алимов, напоминает джамаату народу Лакского района, что он открывает им врата милости. В эти дни жители и гости Аула созерцают благословенные раритеты. Среди исторических предметов – чаша пророка, мечи и кольчуги с подвижников, дверь и накидка каабы и многое другое. Эти реликвии – достояние исламской умы. Они хранились у сподвижников и передавались из поколения в поколение. Самые известные реликвии, сохранившиеся до наших дней, это волосы посланника Аллаха, салли Аллаху, алейхи вассалям. Передать словами атмосферу внутри мечети невозможно. Такое ощущение, что даже воздух переменился и стал особенным. Люди плачут и просят у Всевышнего неспосылания благодати и милости. Это вообще сверх такие ощущения, как будто я в хаши нахожусь. Таких ощущений у меня никогда не было. Я в такой мечети и вообще вживую вижу впервые. У меня эти слова одни эмоции. Не могу передать те чувства, которые у меня на душе. На официальной части открытия выступающих поздравляют собравшись со знаменательным событием для жития Галакского района и его гостей. Такие впечатления с словами, конечно, трудно выразить. Но спасибо организаторам всем. Спасибо нашему муфтию за такое, что дал нам такой шанс увидеть эти асары, пророк Салли Салам. Религию останутся в Кумухне до 20-го числа этого месяца. На месте подготовлены все необходимые условия, чтобы встречать гостей в выставке. Выплата садака является важной составляющей исламской религии. Это добровольная милостыня, которую выплачивает мусульманин с целью заслужить довольство Всевышнего. И лучшим ее проявлением является помощь в постройке мечети. В поселке Тюбе состоялся марафон по сбору средств на строительство мечети. Подробнее расскажет Абдулла Алиев. Акция была проведена с целью сбора денег на завершение строительства джуман-мечети в поселке Тюбе. Мероприятие началось в маджлице, на котором были исполнены нашиды и прочитаны проповеди. Выступавшие ученые-богословы затронули тему важности, участия в благотворительности и выплаты добровольной милостыни. Мы организовали марафон с целью завершения нашей центральной джуман-мечети в поселке Тюбе. Так как у нас была маленькая мечеть, не помещалась там, мы перешли сюда, чтобы была вместимость. И чтобы все помещались. Знаете, были разные варианты. Мы думали, как же нам собрать средства. Были варианты просто пройтись по поселку, собрать с каждого дома. Но все это выглядело как-то сухо. И мы решили сделать что-то необычное, что-то, что сбодрит поселок, что-то новое. И в голову пришел марафон. Есть опыты у других поселков, есть опыт Махачкалы. И мы переняли этот опыт и сделали у нас. Жители Тюбе активно участвовали в акции. Многие приходили на мероприятия с семьями вместе с детьми, которым взрослые в этот день показали хороший пример благотворительности. Все без исключения желали внести свой вклад в благое дело. Неудивительно, ведь эта мечеть – достояние всего поселка. Стоять всю эту мечеть у нас еще задержалась. Совместно с имамом, с помощниками имамов, с молодежными организациями, которые у нас в поселке присутствуют. Мы решили совместно создать такой марафон, чтобы последние 10 дней, месяца рамазан, чтобы барракад для поселка тоже был, как помощь для мечети тоже, завершение строительства. Мы создали такой, это очень важный, приятный день для поселка. Для нас очень важно достроить, привести порядок эту мечеть, чтобы приходили сюда, чтобы совершали благие деяния, чтобы богослужения проводили как положено. Раньше в поселке функционировала лишь одна мечеть, которая вмещала всего 500 человек. Это было недостаточно для всех, кто приходит сюда на пятничную молитву. Поэтому было принято решение в кратчайшие сроки отстроить новую мечеть. Пока в ней обустроена только одна часть, остальные нуждаются в отделочных работах. Все полученные средства с марафона пойдут на расширение и обустройство мечети, которое будет вмещать около 4000 человек. Полное строительство планируется до наступления зимы. Абдулла Алиевна, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, поселок Тюбе. Дагестанская сборная по вольной борьбе завоевала львиную долю медалей в Ингушетии. Там, в городе Магас, с 12 по 14 июня проходил чемпионат России по вольной борьбе. Триумфальное выступление команды и другие темы обсудили в ходе пресс-конференции на телеканале ННТ. Медальный план на чемпионате России подопечные Сажидо Сажидо выполнили еще в первый день соревнований. Однако останавливаться на достигнутом в команде не принято. Итог выступления – 4 золотые, 6 серебряных и 4 бронзовые медали. Отсюда и победа в общекомандном зачете. Жирную точку в триумфе дагестанской команды поставил ее лидер Агул Рашид Садулаев. До финала танк не оставил шансов никому из оппонентов. Но в поединке за золото наткнулся на сопротивление осетинского вольника Байцаева. Здесь олимпийскому чемпиону пришлось даже отыгрываться по ходу встречи. Своим результатом, конечно, доволен. Но до финальной части все шло по плану. Но в финале чуть-чуть допустил такую тактическую ошибку. И с соперником я встречался впервые. И даже на сборах я с ним не боролся. Но знал, что у него длинные руки, весь большой, что он с любой точки достанет мои ноги. Что он и делал. И вначале допустил ошибку, поэтому так получилось. Ну, чуть тяжело пошла сфотка. Так, ахамду лля, доволен своим выступлением до финала. Ранее он выигрывал Магомеда Идрисовича Ибрагимова таким же приемом. Он прошел в корпус, повалил и тушировал. Тебе удалось выстоять. Тяжело ли было с ним бороться и ожидал ли ты такой именно прием? Потому что он уже одного дагестанца таким приемом пытался и выигрывал. Спасибо. Ну, не только Магомеда Ибрагимова так положил, но и многих ребят, своих соперников. Ну, я знал, что этот премьер он сделает. И так, как бы, глупо попался. И оттуда уйти немножко было тяжело, честно говоря, уйти, но, ахамду лля, Всевышний помог, смог оттуда выйти и дальше настроиться на сходку. Первый национальный чемпионат после Олимпийского цикла по традиции открывает новые имена. Соревнования в Ингушетии не стали исключением. В финальную часть пробились атлеты, которые уже сейчас готовы защищать цвета сборной России на международных турнирах. Слава Богу, как говорят, есть поколение, которое идет следом. И ребята тренируются, ждут свой шанс и воспользовались этим шансом. Осечку допустил Курбан Алиеву, почему бы ей не воспользоваться. Ну, результат вообще хороший получился. Я как тренер говорю, что мы довольны результатом. Восемь финалистов из восьми категории, это, на Митсу, давно такого не было. Практически вообще никогда не было. Среди призеров чемпионата России Магомед Гаджин Нурасулов. Чемпионом Ярыгинского турнира он становился еще в 2013 году. После этого последовала серия травм и неудач. В Ингушетии воспитанник спортшколы имени Али Алиева отпраздновал долгожданный успех. Всем ясно, уже давно люди хотят быть рядом с успешными людьми. Когда ты проигрываешь, с тобой рядом остаются только твои близкие друзья, личный тренер. Близкие тебе люди остаются рядом. А когда выигрываешь, к тебе бывает больше внимания. Я во время сбора к тренерам подходил и говорил всем, что есть ощущение, что я очень хорошо отбрусь на этом чемпионате. Чувствовал очень хорошо себя. Ахамдаду, так и получилось. Можно было лучше, но будем дальше работать, чтобы было лучше. Выступление Нура Сулова оставило двоякое впечатление у его личного наставника. С одной стороны, удачное возвращение в сборную. С другой, до золотой медали было рукой подать. Вроде бы, как говорится, обратно вернулся на большой ковер. Это, конечно, приятно, отрадно. Но, с другой стороны, настолько все это было близко. Мне кажется, почему-то, что Магомед, наверное, слишком рано поверил, что выигрывает два балла. Это слишком, как говорится, мало. И вот еще одна хорошая атака, и возможности были, и все. Каждый из участников пресс-конференции отметил высокий уровень проведения чемпионата страны. Организаторы рассчитали все, вплоть до мелочей. А поддержка местных жителей только заряжала дополнительной энергией. Была большая поддержка со стороны ингушеского народа. Хотел бы, пользуясь случаем, поблагодарить всех болельщиков. И приехали и наши дагестанские болельщики. И всем огромное спасибо за то, что болели. Отдельную благодарность хочу выразить главе республики Ингушетии Юниспеку Баматкиревичу Евкурову. И после чемпионата России он мне сделал такой подарок, подарил автомобиль. Ну да, на самом деле, четыре года у меня не было таких результатов в связи с травмами. Мелкие травмы постоянно преследовали. Ну, я думаю, сейчас, ну, наконец-то я набрал ту форуму. Ну, может, даже до конца не набрал, но прихожу уже в ту форму, которая была. Ну, приятно быть в финале. Было бы приятнее, конечно, если я выиграл ее, этот финал. Но, к сожалению, немножко не хватило нам. Мы, сказать, на последних секундах отдал схватку. Ну, будем дальше готовиться. Чемпионат России в Ингушетии носил статус отборочного. По его итогам тренерский штаб сформирует команду для участия на чемпионате мира. Соревнования пройдут в августе во Франции. Курбан Рагимов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. И к концу выпуска о курсе валют на завтра. Доллар остановился на отметке 57,95 рубля, евро 64,86 рубля. Это были все новости на сегодня. Я с вами прощаюсь. Всего хорошего. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»